Премия Студент Года Прошли в финал в 16 номинациях премии. Так, например, лауреатом премии «Интеллект Года» стал Александр Шляхтин, студент 4-го курса Института управления экономикой и финансов КФУ. Для меня этот конкурс, наверное, стал самым таким большим испытанием за последнее время, потому что такой уровень конкуренции я давно не испытывал. Там участвовали лучшие студенты из своих институтов, и поэтому проход на награждение в финал этого номинации для меня являлся большим достижением. Представлять свой университет, безусловно, большая ответственность для участников. Всегда бывает определенное волнение перед тем, когда ты слышишь, что с тобой выступают также и люди, которые уже закончили ординатуру, люди, которые уже проходят совместную магистратуру, российско-германскую магистратуру, люди, которые уже имеют собственный бизнес на основе своих научных достижений. Да, действительно, с точки зрения их я чувствовал определенное напряжение, но все стало намного проще тогда, когда я уже начал выступать, потому что я имею достаточно большой опыт выступления, и самое главное – это то, когда ты выступаешь, потому что только тогда ты регулируешь вот эти вещи, можешь именно добиться самых больших достижений. Претенденты на победу продемонстрировали свои личные портфолио на суть жюри фестиваля. На сегодняшний момент в моем портфолио имеется достаточно много научных статей, если их пересчитывать, около 30 штук получается, из которых мы с несколькими научными руководителями подали 7 работ, опубликованные в «Скопус» и «Веб оф Сайенс». То есть я очень благодарен им за поддержку, которую они оказывали на протяжении всех 4 лет. Александр Шляхтин, кроме того, является руководителем студенческого научного общества Института управления экономики и финансов КФУ, поэтому наука в его жизни играет существенную роль. Мои основные работы касаются социально-экономического развития регионов России, касаются также такой необычной сферы, как урбанистика, то есть расчет транспортной эффективности городской сети и очень интересные работы в рамках интеллектуального капитала и подходов методов к его оценке. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.